Все вот дети, внуки, все будут страдать теперь. Нам даже негде будет, ну вот куда их вводить теперь, ну только на соседней площадке. На детские забавы и парковку машин жильцам дома выделили всего несколько метров. Большая часть – узкая подъездная дорога. Единственную зеленую зону и детскую площадку огородили забором. Вместо горок, песочниц и густых деревьев там вырастет пятиэтажная бетонная коробка с подземной парковкой. Будет огромнейший стоять дом и все. Это нам будет не подъезд, не дай бог пожар, ни пожарная не заедет, ни скорая не заедет. Это видно, прям вот фундамент, он прям туда. В 98-м году дом признали аварийным, стены здания стянули. Люди беспокоятся, что жилище может рухнуть, как только начнется стройка. Фундамент уже намекает на неприятный итог. Трещину дало и человеческое терпение. Во-первых, если они поставят этот дом, вообще у нас вот эта сторона была вся солнечная. У нас получается весь дом будет в тени. Строить шестиэтажный дом, то есть пятиэтажный и первая парковка в 13 метрах от аварийного жилого дома, я считаю, что это как бы нелепо. Плюс на участке проходят коммуникации, теплотрассы, которые были срезаны. Разрешение на строительство компании «Сипстрой» городская администрация дала свободно. Накупленной за 7 миллионов рублей площади застройщик обещает возвести красивый дом с ухоженной территорией. Технологию строительства выбрали щадящую. Мы отказались от свайного фундамента, делаем бетонную подушку. Эта бетонная подушка заливает никаких вибраций, никакого шума, никаких толчков не будет. Зона допустимого размещения объекта, она была проверена управлением архитектурой. И также все необходимые отступы от земельных участков, расстояния, они предусмотрены проектом. И, как я уже говорил, на него также было получено положительное заключение экспертизы. Неоспоримый факт. Свободной территории у дома номер 15 нет. И в законность действий местных ведомств ульяновцам не верится. Когда проходило межевание, люди не знают, границы определяли без согласия жильцов. В рамках проверки будет осуществлен муниципальный земельный контроль администрации, в ходе чего как раз будет установлено. Есть самозахват земельного участка? Нет. Сейчас говорить рано. Все по итогам проверки. Зеленый островок пока не трогают. Прежде чем туда зайдут рабочие, законность стройки проверит Минстрой и прокуратура. Разрешение на вырубку деревьев пока тоже не дали. Надежда отстоять приятный вид и место для счастливого детства еще остается. Маргарита Матюшинская, Бахтияр Салтанов, репортер 73.